Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Елена Стишенко. И я приглашаю вас на новый мастер-класс, на котором мы вместе с вами создадим вот такую замечательную игольницу в форме тыковки. Не забудьте подписаться на наш канал. Если вы хотите получать уведомления о новых мастер-классах, которые выходят на нашем канале, нажмите на колокольчик. Также вы очень поддержите наш канал своими лайками и комментариями. А я приглашаю вас приготовить материалы, которые потребуются для нашего мастер-класса. Нам потребуются нитки. Я буду использовать нитки оранжевые и зеленые. Вы выбираете цвет ваших ниток по желанию. Нитки могут быть абсолютно любые. Я буду брать нитки с акрилом и небольшим содержанием шерсти. Они такие мягкие и приятные. Вы можете использовать любые остаточки пряжи. Также нам потребуется крючок для вязания. Иголочки для сшивания трикотажа. Для того, чтобы замечать начало и конец ряда, я буду использовать вот такой цветной маркер. Если у вас нет цветных маркеров, вы можете использовать ниточку контрастного цвета и отмечать начало следующего ряда. Также я буду записывать ряды, количество связанных рядов, чтобы не запутаться. Поэтому мне нужен небольшой кусочек бумаги и ручка. Для наполнения нашей игольницы я буду использовать синтепон. Желательно, чтобы он был пушистый, объемный. Итак, приступаем к вязанию тыковки. Берем оранжевые ниточки и вязание будем начинать с петли амигуруми. Выполняется она следующим образом. Мы кладем конец пряжи на два пальчика. Оборачиваем ниточку вокруг пальцев, выполняем крестик. Берем крючок, вводим крючок под нитку, захватываем рабочую нить и выполняем одну воздушную петельку. Немножечко подтягиваем петлю и в центр вот этого круга мы будем выполнять 6 столбиков без накида для первого ряда. Итак, важно, чтобы мы выполняли наши столбики на две нитки, чтобы наша петля впоследствии хорошо затянулась. Итак, приступаем. Вводим крючок внутрь. Наши петли захватываем рабочую нить, выполняем столбик. Один. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Выполнили. Теперь затягиваем за хвостик нашу петельку. Мы потянули за хвостик, петля замкнулась. Для замыкания ряда мы выполняем соединительный столбик в шестую петлю от крючка. Отсчитываем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот она шестая петля от крючка. И выполняем соединительный столбик. Соскочила. Сейчас, минуточку. Вот таким образом. Итак, первый ряд мы с вами провязали. Отмечаем. Ставлю палочку, чтобы не запутаться. Делаю воздушную петельку подъема. И начинаю вязание с той же петли, откуда вышла петля подъема. Итак, мы выполняем в каждую петлю по два столбика. Один. Два. Следующую петлю также выполняем два столбика. Считаем дальше. Три. Четыре. Следующую также два столбика. Пять. Шесть. Следующую опять два столбика. Семь. Восемь. Следующую петельку. Девять. Десять. И в последнюю петельку мы выполняем также две петли. Одиннадцать. Двенадцать. Вот. Мы с вами выполнили второй ряд, который состоит из двенадцати петель. Отмечаем. Мы выполнили второй ряд. Итак. Дальше мы будем вязать уже без замыкания рядов по кругу. То есть мы будем вязать по спирали. Последнюю петельку ряда я помечаю маркером, чтобы мне знать, где мы будем переходить на новый ряд. И продолжаем вязать уже третий наш ряд. Третий ряд мы будем вязать таким образом. Будем выполнять прибавку в каждую вторую петлю ряда. Итак. В первую петельку мы вяжем одну петлю. Во вторую две. Далее вяжем одну петлю. Во вторую петлю две. То есть как бы у нас чередуются одна петля, две петли, одна петля, две петли. Одна петля, две петли. Одна петля, две петли. Одна петля, две петли. И последний раз. Одна петля, две петли. Мы с вами закончили вывязывание третьего ряда. Ставим черточку и отмечаем последнюю петлю третьего ряда. Приступаем к вывязыванию четвертого ряда. В четвертом ряду у нас уже будет прибавка в каждую третью петлю. Итак, мы будем вязать одну петлю, одну петлю, а в третью две. Приступаем. Одна, одна, две. Одна, одна, две. Продолжаем так вязать до конца нашего ряда. И так же мы отметим последнюю петельку ряда маркером. И в последнюю петельку у нас выполняется прибавка. Замечаем последнюю петельку и отмечаем четвертый ряд. Следующий ряд у нас будет выполняться прибавка в каждую четвертую петельку нашего ряда. Один, считаем два, три. А в четвертую петлю мы выполняем прибавку. То есть две петли в одну петлю. Дальше снова считаем один, два, три, четыре. В четвертую два раза. Один, два, три, четыре. В четвертую вяжем два раза. Прибавка. Продолжаем до конца ряда. Продолжаем до конца ряда. последнюю петельку у нас также выполняется прибавка вот таким образом у нас готов пятый ряд для себя его так по 5 зачетки у меня так удобнее считать при вязании следующий ряд у нас 6 прибавку нас будет уже в каждую пятую петельку ряда 1 2 3 4 5 выполняем прибавку и таких прибавок у нас в каждом ряду по 6 то есть в каждом ряду прибывает по 6 петелек 1 2 3 4 5 сюда выполняем прибавку 1 2 3 4 5 выполняем прибавку и так далее до конца ряда выполняем прибавку в каждую пятую петельку и последний раз 1 2 3 3 4 5 отмечаем последнюю петельку ряда и отмечаем что мы связали шестой ряд переходим к седьмому ряду здесь прибавка будет выполняться в каждую шестую петлю 1 2 3 4 5 6 6 мы выполняем две петли 1 2 3 4 5 6 выполняем две петли шестую петлю 1 2 3 4 5 6 5 6 прибавка и так далее до конца ряда так далее до конца ряда и так далее до конца ряда если вы начинающая мастерица и у вас еще нет навыка вязания петель крючком вы не все петельки знаете то вы на нашем канале найдете видео видео мастер-классы и именно для начинающих мастериц где мы разбираем все петельки их обозначение и как они вывязываются так что добро пожаловать на наш канал и так я довязала до конца ряда отмечаю последнюю петельку отмечаю что мы связали седьмой ряд и переходим к вывязыванию восьмого ряда восьмом ряду прибавки у нас будут выполняться в каждую седьмую петлю 1 2 3 4 5 6 седьмую делаем две петли выполнили прибавку продолжаем 1 2 3 4 5 6 7 выполняем 2 продолжаем вязание до конца ряда с прибавками 7 7 7 прибавку Вот так вот. Вот так вот. И в последнюю петельку мы также выполняем прибавку. Вот такой блинчик у нас получается. Мы отмечаем последнюю петельку. Отмечаем, что мы связали восьмой ряд. И будем вязать последний, заключительный, девятый ряд. Моя тыковка будет вязаться на 9 рядов. Вы же можете по своему усмотрению сделать ее больше, так как вам нравится. Принцип вы поняли. В каждом ряду у нас прибывает по 6 петелек. То есть мы выполняем 6 прибавок. В каждом ряду. В конце каждого клинышка. Итак, переходим к вязанию 9 ряда. Прибавку мы будем делать в каждую восьмую петлю. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмая петля это у нас прибавка. То есть как бы у нас вязание разделено на 6 клинышков. Вот клинышек заканчивается прибавкой. Следующий клинышек и так их 6 клинышков. Думаю, что вам вот эти прибавочки видно. Вот они как лучики идут. Продолжаем вязание. Выполняя прибавки в каждую восьмую петельку нашего ряда. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прибавка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И так далее. Продолжаем вязать до конца нашего ряда. Восемь, восьмую прибавка. Прибавка. И последний клинышек. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И в последнюю петельку мы выполняем прибавку. Отмечаем девятый ряд. Итак, мы с вами связали девять рядов. Как вы видите, в конце у нас получилась своеобразная ступенька. Нам нужно выполнить соединительную петельку для того, чтобы выровнять наш край, чтобы не было этой ступеньки. Итак, мы вводим крючок в следующую петлю. Захватываем нить и протягиваем ее сразу через все петельки. Все. Вязание закончили. Мы делаем воздушную петельку, вытягиваем ниточку и ее разрезаем. Вот таким образом. Таких кружочков нам нужно связать два. Второй кружочек вяжите самостоятельно. Итак, мои дорогие, я связала второй кружочек. Вот у меня еще девять рядов. Листочек нам больше не потребуется. Нам необходимо будет сшить обе детальки вместе. И поэтому я оставила длинную ниточку для сшивания. Выполняю воздушную петлю и продергиваю ее сквозь отверстие. Вставляю хвостик в иголочку. И будем сшивать две наши детальки вместе. Сшивать будем по кругу. За полупетли. Сейчас я вам покажу. Мы берем деталь с ниточкой. Подтянули хвостики в центре наших тыковок. Да? Нашей тыковки одна она у нас. Вот. Для того, чтобы дырочку сделать минимальной, складываем детали. И будем сшивать. Так как количество петель у нас одинаковое, будем выполнять сшивание за противоположные петельки. То есть мы будем соединять петельку первой детали. За заднюю полупетлю я ее протыкаю. И за петельку второй детали я ее захватываю за переднюю полупетлю. И вот таким образом я прошиваю. Снова я захватываю за заднюю полупетлю. Кто не знает, что такое полупетли, я сейчас объясню. Петля состоит из двух ниточек. Та, которая расположена к лицевой части вязания, это у нас передняя. А та, которая сзади, она задняя. И мы сшиваем вот таким образом. Ближайшие полупетли. За эту полупетлю, здесь за заднюю, а здесь за переднюю. Прошиваем следующую петельку. То есть мы шьем швом через край. Каждый раз направляя иголочку от себя. Вот таким образом. То есть мы сшиваем ближайшие полупетли. Вот таким образом. Вот так. Вот так у нас с вами будет получаться. И сшиваем по всему кругу, оставив небольшое отверстие для набивки нашей тыквы синтепоном. Итак, у меня осталась маленькая дырочка. Я беру наш наполнитель. У меня это синтепон. И потихонечку начинаю добавлять. Нашу тыкву. Набиваем не очень туго, для того, чтобы нам потом удобно было сделать утяжки. Вот таким образом. Смотрим так, как нам нравится будет. Чтобы тыковка и не совсем плоская была, чтобы она была все-таки пухленькая. Я думаю, что еще немножечко синтепончику я добавлю. Распределяем синтепончик равномерно. По всей заготовке. Вот таким образом. И зашиваем нашу дырочку, так как мы это делали, по кругу до конца. Я зашила нашу дырочку. Выполняю узелочек. И прячу хвостик внутрь нашей заготовки. Вот так протыкаю и вытыкаю в любом другом месте. Вот таким образом. Обрезаю ниточку под корешок. И у меня получилась вот такая замечательная заготовка. Теперь нам необходимо выполнить утяжки. Для этого я воспользуюсь иголочкой с острым кончиком. Нам необходимо вдеть в нее пряжу. Ушко не очень большое. Поэтому я воспользуюсь обыкновенной катушечной ниточкой. Выполняю маленькую хитрость. Я беру катушечную ниточку, складываю ее вот такой петелькой. И вставляю ее в ушко нашей иголки. Вот я вставила в ушко обычную катушечную ниточку вдвое. То есть создала вот такую петельку. Теперь нам необходимо нашу ниточку, нашу пряжу вдеть вот в эту петельку. И мы дергаем за нашу катушечную ниточку, тем самым втягивая в ушко нашу пряжу. Вот такой хитростью я часто пользуюсь, когда делаю игрушки и всякие интересные вещицы из пряжи. Итак, нам необходимо выполнить утяжки. Закрепляем ниточку в центре нашей тыковки. То есть мы входим в каком-то месте, не в центре, где-то выбираем местечко, в которое мы входим иголочкой и выходим в центре. И вот здесь в центре мы выполняем фиксирующий узел, как бы закрепляя нашу нитку. Вот таким образом. Выполнили фиксирующий узелок. И еще один. Закрепляем нашу ниточку. И теперь мы выполняем утяжки. Мы входим в центр. Выходим тоже в центре, но уже с противоположной стороны. Вот так. Далее. Мы проходим через боковую сторону. Снова входим в центре и выходим в центре на противоположной стороне. Вот таким образом. Протыкаем и вытягиваем ниточку. Затягиваем. Вот так подтянули. Теперь ровно напротив прокладываем ниточку и снова входим в центре. И выходим в центре с противоположной стороны. То есть мы делим нашу тыкву пополам. Вот так я подтянула. Проверила. Все хорошо. Теперь вот эти половинки делим на четвертинки. Вот так делим половинку пополам. Снова входим в центре и выходим в центре заготовки с другой стороны. Подтянули. Вот так. И делим вторую половинку также на четвертинки. Вот таким образом. И снова входим в центре и выходим в центре с другой стороны. Вот таким образом. Подтянули. Проверим, чтобы это у нас ровно пополам делилось. И так. Вот так. Теперь каждую четвертинку снова делим пополам. Вот таким образом. прошиваем. Как вы уже поняли, мы все время работаем через центр. Подтянули. Вот так у нас с вами получается. Следующую четвертинку снова делим пополам. Прошиваем. Подтягиваем. Натяжение примерно делаем одинаковое. Если у нас получилось чуть ту же, можно ослабить ниточку. Сейчас я ее немножечко ослаблю. Вот так. И у нас осталось две четвертинки. Мы также их делим пополам. Вот таким образом. Подтянули. Выравниваем натяжение. И последнюю четвертинку делим пополам. Вот так. Здесь уже туговато иголочка проходит. Ну, мы с вами трудностей не боимся. Постараемся и завершим наше утягивание. Так, проверяем, чтобы везде примерно было одинаковое натяжение. Посмотрите уже, какая красота. Вот. И здесь мы уже завязываем фиксирующий узелок, а лучше два, чтобы наше натяжение никуда не убежало, чтобы все хорошо закрепить. Давайте завяжем еще один узелок и уже будем прятать ниточку. Вот таким образом. я завязала и уже убираю ниточку внутрь нашей тыквы. Вот таким образом. И здесь уже я под корешок потянула за ниточку, потянула и обрезаю под корешок. Тем самым хвостик прячем внутрь. Вот такая тыковка у меня уже получилась. Она уже похожа на тыковку, да? Можно не делать ее прям тыковкой-тыковкой с зеленым хвостиком. Можно, например, украсить ленточками, сделать цветочки или пришить вот сюда пуговку и сюда пуговку. То есть пришить пуговки друг напротив друга. То есть вы декорируете как хотите. Я же вам покажу, как сделать тыковку с зеленым хвостиком. Для этого нам потребуются зеленые ниточки и крючок. Я хочу сделать хвостик такой немножко завивающийся. При желании вы даже можете придумать себе листочек. У меня это будет просто хвостик. Я вяжу цепочку из воздушных ниточек. Хвостик такой не очень большой. Количество воздушных ниточек ой воздуш количество воздушных петелек заболталось с вами, да? Делаем на свое усмотрение. Вот я сделала маленький такой хвостик и я делаю воздушную петельку подъема и вяжу в каждую воздушную петлю по два столбика для того, чтобы у меня деталь закрутилась. То есть нам хочется, чтобы такая завитушка получилась. Хвостик завивался и я буду вязать в каждую петлю по две. Если вы будете вязать в каждую петлю по одной петле, то у вас хвостик такой ровненький получится. Я же сделаю завитушку. Сейчас мы это все примерим. Посмотрим, как у нас получилось. Все ли нам нравится. Вот посмотрите, вот такая завитушка получилась. мне именно такую и хотелось. Я довязала. Выполняю воздушную петельку и вытягиваю ниточку. Оставляю хвостик для пришивания. То есть мы этот хвостик сейчас будем вставлять в иголочку. Распрягаю ниточку. Беру иголочку для сшивания трикотажа и вставляю хвостик в эту иголочку. Вот таким образом. Выбираем с какой стороны вы хотите пришить хвостик. Какая сторона вам больше нравится. Я наверное с этой сделаю. хотя они мне обе нравятся. пришиваем в центр наш хвостик. То есть захватываем петельки и подшиваем хвостик. Можно даже связать эти два хвостика вместе. То есть мы зацепили через центр пройдем. Вот так. Вот так чтобы у нас в центре все это находилось. И вот эти два хвостика давайте свяжем. Вот смотрите как здорово получается. Даже можно особо и не пришивать. Только связать хвостики. Давайте сделаем два узелочка. Вот как хорошо посмотрите как хорошо встал хвостик на место. Вот даже можно еще один узелочек сделать при желании. Чтобы уж наверняка если у вас детки будут играть чтобы они этот хвост не оторвали. И на этом моменте либо сделать еще стежок либо просто убрать вот эти зеленые хвостики внутрь нашей тыквы. Вот так. И второй хвостик мы тоже уберем. То есть мы вводим иголочку около выхода хвостика. далее пряжу заправляем в иголочку. Хвостик не очень длинный поэтому я сначала сделала стежок. Вдеваем и уже потом протыкаем иголочкой нашу тыкву и выводим хвостик. Вот так я все подтянула и уже теперь натянув ниточку отрезаю ее. Оп! Хвостик спрятался внутри. То же самое выполняем с другим хвостиком. Натянула под корешок отстригла хвостик спрятался внутри. Сейчас я вам покажу как это выглядит сбоку. Смотрите как здорово тыковка с таким замечательным хвостиком у нас с вами получилась. Вот я вас поздравляю на сегодняшнем занятии мы с вами связали вот такую замечательную игольницу тыковку берем иголочки и втыкаем нашу тыковку. такая красота у нас с вами получилась. Такой полезный аксессуар для рукодельниц мы с вами сегодня выполнили. Давайте еще раз полюбуемся. Вот такая замечательная тыковка у нас с вами получилась. А я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. С вами была Елена Стишенко. Творческих вам успехов! Пока-пока! Стишенко.